МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Вы смотрите новости дня на канале ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Это торжественное открытие, первые лица региона, главы муниципалитетов, общественники и, конечно, эксперты со всей России. Церемония плавно перетекла сразу в рабочее русло, а роли городских агломераций в стратегическом развитии регионов говорили на пленарной сессии. Нам, конечно, очень важно учесть ошибки прошлых периодов, постараться заложить и мер по исправлению проблем, накопившихся проблем развития, ну и, конечно же, создать условия для гармоничного развития территории, потому что, в конце концов, любая агломерация – это не только экономическая категория, не только точка роста огромной территории, но и место для проживания миллионов людей. На выставочной части конференции представлены работы участников конкурса на лучшую разработку концепции архитектурно-градостроительного развития Новосибирского научного центра. В проектах учтены и жилая застройка, и благоустройство, и развитие дорожной сети. Например, в одном из проектов есть новая трамвайная линия, которая должна соединить Академгородок и Наукоград Кольцова. Победитель конкурса будет дорабатывать проект с федеральными экспертами до конца лета. Готовую концепцию архитектурно-градостроительного развития проекта Академгородок 2.0 представят на форуме Технопром-2019. Итоги конкурса подведут уже завтра. Также во второй день продолжат обсуждения, в том числе и на улицах Новосибирска. Предусмотрена рабочая экскурсия. Ну а мы продолжаем работать подробности в дальнейших выпусках новостей. Иван. Спасибо, Андрей Баев, о развитии новосибирской агломерации. Сегодня министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в рамках рабочей поездки проверяет, как в области реализуют приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Сейчас в Машковском районе находится мой коллега Дмитрий Антипов. Дмитрий, добрый день. Ждем подробности. Здравствуйте, коллеги. Сегодня в поселке Машково начинают работы в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Здесь отремонтируют два двора многоквартирных домов, где установят новые урны, освещение, детские площадки, а также отремонтируют асфальт. Реконструкции подвергнется и центральный сквер поселка. Всего из бюджета на работы выделено 8,3 миллиона рублей на реконструкцию дворов и почти 2 миллиона на реконструкцию сквера. Подробности смотрите в вечернем эфире новостей. Коллеги. Да, спасибо, Дмитрий. И к другим темам. В законодательном собрании Новосибирской области сегодня проходит последняя весенняя сессия. За работой парламентариев следит наш корреспондент Николай Сальников. Здравствуйте, Николай. Что обсуждали депутаты? Здравствуйте, коллеги. Сегодняшняя сессия в областном парламенте предпоследняя в уходящем политическом сезоне и носила, по большей части, технический характер. Однако было и несколько докладов. Пожалуй, самый заметный это отчет уполномоченного по правам человека Новосибирской области о работе в 2018 году. По словам Нины Шалабаевой, жаловаться новосибирцы стали чаще. Наиболее проблемные сферы здравоохранения, ЖКХ, в том числе нередки случаи, когда обращаются сироты, которым не выдают положенные по закону квадратные метры, либо жалуются на некачественное состояние такого жилья. В целом удается решать проблемы в 40 случаях из 100, и причем довольно оперативно. Наиболее заметным законопроектом сегодняшней сессии стали новые правила в сфере капитального ремонта. Так, руководителем фонда капитального ремонта Новосибирской области теперь будет не назначенец от министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области, а эта должность обретет конкурсный характер. За работой фонда капитального ремонта будут следить в Госжилинспекции Новосибирской области. Более подробно о сегодняшней сессии мы расскажем в вечерних выпусках новостей на канале ОТС. Спасибо, Николай Сальников. О последней весенней сессии ЗАГС Собрания региона. Посевная кампания в регионе почти завершена. Закончить работы агрария рассчитывает в ближайшие несколько дней. Об особенностях посевной в Сузунском районе готова рассказать моя коллега Евгения Емельянова. Евгения, добрый день. Здравствуйте, коллеги. И вот оно логическое завершение. 2 мая хозяйства Сузунского района вышли на посевную. А сегодня работа осталась буквально на пару часов. Селяне говорят, в эту кампанию погода была как никогда благоприятной. Правда, было несколько вынужденных перерывов из-за дождей, но все они быстро закончились. А сегодня последними сев гречихи завершают рабочие Александровского хозяйства. К слову, отличие Александровского от других хозяйств в районе в том, что они сеют по так называемой системе наутил. Или по-простому нулевка. Это когда семена закладывают прямо в непаханую землю. А всего по району порядка 70 тысяч гектаров посевных площадей. И, конечно, справились в такие сжатые сроки не только благодаря хорошей погоде, а потому что сельхозтоваропроизводители очень тщательно готовились. Отработали семена, отремонтировали технику, завезли горюче-смазочные материалы. И вот сегодня посевная только завершается. Уже ряд хозяйств района вышли на вспашку паров. Уже проведена подкормка озимой пшеницы. Их надо добавить то, что Сузунский район один из лидеров по срокам сева в нашем регионе. Моя коллега Евгения Емельянова о завершении посевной в Сузунском районе. К другим темам. Одинокая пенсионерка из Новосибирска едва не умерла в своей квартире из-за тяжелого заболевания. На помощь ей вовремя подоспели спасатели, которых вызвали обеспокоенные соседи. Женщину спасли, но счет шел на часы. Однако чаще всего подобные случаи заканчиваются трагически. Дмитрий Белькевич разбирался в проблеме. Невролог Наталья расспрашивает пациентку о самочувствии. Женщину перевезли в больницу в понедельник в тяжелом состоянии и недавно из реанимации ее перевели в неврологическое отделение. По словам врача, еще немного и пенсионерку не спасли бы. Сейчас ей лучше, но она все равно нуждается в уходе. Медик говорит, этот случай скорее исключение. Чаще все намного трагичнее. Как правило, это пациенты, которые проживают одни, у которых как раз вызывают или соседи, или родственники, которые приезжают откуда-то из других городов. То есть такие моменты в действительности могут быть. Но я говорю, если вовремя не оказана медицинская помощь, то, к сожалению, исходы неблагоприятные. А вот и неравнодушные герои. Те, кто вызвал спасателей. Галина Федоровна – старшая дома номер 15 по улице Экваторной. Часто оказывала пенсионерке помощь. Женщина с трудом передвигалась и нуждалась в уходе. С 23-го я начала волноваться, потому что не могла не дозвониться. Дверь она не открывала. И 23-го я с соседкой разговаривала. Она говорит, я ее не видела. Я позвонила сразу в полицию. Полиция, собственно говоря, мне сказали, может быть, она в больницу ушла. В больницу ее не нашли. Проникнуть в квартиру полицейские не разрешили. Лишь спустя почти пять суток соседку с помощью сотрудников управляющей компании обнаружили лежащую на полу в собственной квартире. Вот сюда мы поставили автомобиль с вышкой, поднялись на четвертый этаж, посмотрели сперва на кухне, там ничего не видно было. Посмотрели в комнате и увидели, что шевелится шторка. Она рукой отодвинула шторку в сторону, увидели ее лицо, что она живая, что все с ней в порядке. Затем на место вызвали бригаду скорой помощи, полицию и спасателей, которые и вскрыли дверь в квартиру. Не всегда своевременно все-таки производится информирование нас для того, чтобы обеспечить доступ. То есть люди иногда ждут, и соседи иногда день, два, три после этого производят скрытие, к сожалению, мы находим погибших, умерших людей. Родственники, возможно, не так часто интересуются здоровьем и состоянием своих престарелых, как родителей, так бабушек и дедушек. Но есть и другая проблема – неприкосновенность частной собственности. Иногда проникнуть в помещение, где может находиться больной человек, маленький ребенок или произошла коммунальная авария, невозможно без разрешения собственников. Коммунальщики и спасатели уверены, нужно менять законодательство. Иначе таких случаев чудесного спасения, какой произошел с жительницей Новосибирска, больше не будет. Дмитрий Белькевич, Евгений Агеев, Новости ОТС. В областном правительстве через несколько минут начнется церемония вручения именных стипендий лучшим студентам новосибирских вузов. Сейчас там находится мой коллега Сергей Толмачев. Здравствуйте, Сергей, вам слово. Здравствуйте, Иван. Торжественная церемония начнется уже через несколько минут. Большой зал правительства полный. Здесь 195 человек, 83 из них получают стипендии губернатора, остальные – именные стипендии. Здесь студенты совершенно разных вузов. Помимо того, что, естественно, круглые отличники, они еще и отмечаются в других областях – в культуре, в спорте, в искусстве. Рядом со мной один из стипендиатов – Артем Копылов, студент 2-го курса, Сепстрина. Артем, насколько я знаю, ты личность творческая, не только хорошо учишься. Расскажи о своих успехах. Здравствуйте. Помимо учебы я также занимаюсь вокалом уже больше 10 лет. Совсем недавно я вернулся из Перми, был участником Всероссийской студенческой весны. И за счет этого я также являюсь импедиатом, потому что вношу свой вклад в развитие университета, творческая деятельность. Помогает пение? Конечно, безусловно. Можно получить и зачеты автоматом, где-то спеть что-то, где-то получить. Ну и, конечно же, это престижно сейчас оказаться здесь, получать именную стипендию. Ну что ж, остается надеяться, что у тебя будут такие же успехи и в Сапрамате. Спасибо, это был Артем Копылов, один из стипендиатов. А церемония, повторяю, начинается уже совсем скоро, и стипендия губернатора выделяется на год. Совершенно точно у этих отличников улучшится материальное положение хотя бы на это время. Иван. Спасибо. Сергей Толмачев о вручении именных стипендий лучшим студентам. Другим темам. В Новосибирске стартовал конкурс «Лучший таксист России». В рамках регионального этапа несколько десятков водителей борются за звание самого опытного и аккуратного перевозчика. Состязания проходят на автодроме Центра профессионального обучения в сфере транспорта. Подробнее готова рассказать моя коллега Ксения Корзун. Она на связи со студией. Ксения, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся на площадке регионального этапа конкурса «Лучший водитель России». В соревновании принимают участие больше 20 водителей. Обязательными условиями для них стали стаж вождения не меньше трех лет, отсутствие нарушений правил дорожных движений за такой же срок и официальное разрешение на пассажирские перевозки. Мероприятие проходит в два этапа. Первый – теоретический. Там водители демонстрируют свои знания правил дорожного движения, устройства автомобиля, истории региона и основ первой медицинской помощи. На практическом этапе водители проходят полосу препятствий, в которую входят такие упражнения, как стакада, змейка, задний ход и бокс. Победитель получит 15 тысяч рублей и возможность представлять Новосибирск на всероссийском этапе, который будет проходить в городе Сочи. Подробности конкурса мы расскажем в вечернем выпуске программы ДПС. Коллеги? Спасибо, Ксения Корзун о конкурсе «Лучший таксист России». В Куйбышеве в скором времени откроют свой байкерский клуб. Любители мотоспорта решили объединить городские власти. Зачем, выясняла Оксана Тимошенко. Кирилл Юнусов мечтает стать байкером. Навыки езды пока оттачивает в мотообъединении станции юных техников. Катаемся на всякой технике разной. На Ирбисах, Рейсерах, Минсках. А на каком хотелось бы тебе прокатиться? Конечно, хотелось бы прокатиться на Хонде. Александр Сергеев – байкер со стажем. Когда-то детское увлечение, сегодня образ жизни. Ямаха сначала была. Потом взял что-то более серьезное и более живучее. И такое, на чем можно уехать в дальние края. Вот БМВ. Саратов, Кемерово, Томск, Байкал. На своем поларисе Петр Кисаретов вместе с супругой объездил немало мест. В планах расширить географию путешествий. Знаком с многими байкерами. А вот в родном городе вот так встречаться с любителями мотоциклов еще не приходилось. Хотя бы познакомимся все. Я многих не знаю, ребят. То есть мы не общаемся здесь так. Я не знаю, почему это Куйбышев такой или почему. Вот во всех городах все байкеры дружелюбные народы. А у нас как-то вот, не знаю, стесняются что ли. Собрать куйбышевских байкеров решили городские власти. На первую встречу приехали около двух десятков представителей мото-движения. Обобщить это движение, предоставить им помещение на базе молодежного центра города Куйбышева, чтобы принимали участие в наших городских мероприятиях. И может быть с какой-то общей целью в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Потому что тяга к мотоциклам, к мотоспорту у молодежи есть. Идею создания клуба приветствуют и госавтоинспекторы. Количество мототранспорта в Куйбышеве растет. А вот поведение на дорогах их владельцев оставляет желать лучшего. И хотелось бы, конечно, с помощью этого клуба прививать молодым будущим водителям, будущим, которые покупают скутера, которые более агрессивную технику, привить им правила поведения на дорогах. Обгоны, торможения, езда на заднем колесе. Ну и, конечно, и шумовой эффект тоже внедрить им, чтобы правильно вели себя на проезжей части. Правила, устав и задачи клуба Куйбышевские мотолюбители обсудят на следующем собрании, куда планируют пригласить представителей новосибирского клуба байкеров «Ночные волки». Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. И на этом пока все. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54 на 106,2 в Новосибирске и 104,5 в Карасуке. Итоги дня подведем в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»